Всем привет! Поговорим сегодня о зажимном механизме заточной системы GRID VIVA. Пожалуй, это самая интересная часть нашей системы. Зажимной механизм состоит из следующих трех основных элементов. Поворотный узел, рамка с направляющими валами и сами зажимные губки. Поворотный механизм, в отличие от большинства подобных систем, имеет две степени свободы. Как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. В вертикальной плоскости поворот осуществляется на 180 градусов, после чего надежно фиксируется. И чем больше станок работает, тем больше точность при переворотах. Это достигается особенностью конструкции фиксирующего элемента. Стоит отметить, что настроить станок можно таким образом, что погрешность при переворотах будет колебаться в пределах тысячных градусов. В большинстве случаев это избыточно, но тем не менее. В горизонтальной плоскости поворот осуществляется более гибко и может контролироваться с помощью градусной шкалы. Для чего может понадобиться подобный разворот? Все очень просто. Имея возможность поворачивать клинок в горизонтальной плоскости, нам не надо его переставлять и заново зажимать в губках. Это нужно для заточки клинков с независимыми режущими кромками. Под этим я подразумеваю ножи типа американского танта. Или, если мы хотим сохранить одинаковую ширину подводов, у клинков с сильно загнутым кончиком. Также эта особенность позволяет затачивать такие инструменты, как стамески, ножи для рубанков и других подобных им инструментов. Рамка сконструирована таким образом, что позволяет губкам передвигаться по направляющим валам. Это очень удобно, когда заточнику нужно быстро подобрать необходимую ширину под затачиваемый клинок. Также губки можно объединить в одно целое с помощью опции в виде карбоновой накладки. И производить заточку клинка с максимально постоянным углом, передвигая получившуюся каретку. А не шток с абразивом вдоль лезвия ножа. Еще одна из особенностей рамки заключается в том, что ее можно переконфигурировать для заточки прямых бытовых ножниц. Или инструментов с большим углом заточки. Зажимные губки-точилки на данный момент уникальны. И не имеют аналогов в других подобных заточных системах. Конструкция сборная и имеет в своем составе следующие элементы. Пластины из нержавеющей стали, сама губка, зажимной винт с правой и левой резьбой и натяжная втулка с винтом. Пластин в конструкции губки 4 штуки, 2 сверху и 2 снизу. С помощью этих пластин заточник может задавать различную степень жесткости. Подобная регулировка может понадобиться для заточки тяжелых клинков. Или при обдирочных работах, когда прилагаются большие усилия на затачиваемые изделия. Губка выполнена из инструментальной стали 40Х с гальваническим матовым хромированием. И имеет сведение 0,08 мм. Минимально гарантированный угол заточки узкого ножевого изделия шириной 8 мм составляет 9 градусов на сторону. При широком ножевом изделии предельный и минимально возможный угол заточки может составить 7 градусов на сторону. Следует отметить, что втулка с винтом не предназначена для силовой фиксации клинка. Играют лишь вспомогательную роль, а основная нагрузка ложится на винт с левой и правой резьбой. Давайте рассмотрим, как правильно зажать нож в губках Гритвива. Первым делом подбираем ширину, на которую будут раздвинуты губки. Этот параметр зависит от длины затачиваемого изделия. После этого фиксируем их на направляющих валах. Далее ослабляем натяжные втулки, чтобы можно было вставить нож. И вставляем нож в зажимные губки. После чего сжимаем пальцами губку, чтобы обе ее плоскости плотно прилегали к спускам клинка. Для этого может понадобиться прокрутить в ту или иную сторону зажимной винт, чтобы губка могла, если можно так выразиться, самоцентрироваться. После этого без усилия выбираем свободный ход винта в натяжной втулке. После чего с максимальным усилием фиксируем клинок, разжимая торцевую сторону губки зажимным винтом с правой-левой резьбой. Все то же самое проделываем со второй губкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я уже говорил в ролике, где проводился тест на отклонение, ссылка наверху, жёсткость губок может поднастраиваться в зависимости от нужд заточника. На данном станке жёсткость выставлена на 50% и позволяет работать с большинством ножевых изделий. Вот вроде всё, что хотел рассказать, рассказал. Если появятся вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok